В первую очередь я хотел бы поблагодарить организаторов форума за очень интересные сессии, которые предложены. И хотел бы, наверное, заранее очертить те задачи, которые были поставлены передо мной. Это все-таки поделиться нашим опытом, как сделать операцию более безопасной и как нарастить потоки. И, наверное, мое сообщение будет ориентировано больше на молодежь и на те центры, где таких операций выполняется пока не очень большое количество. Я в своем сообщении не хотел бы, так сказать, дискутировать открытые ляпросокопические операции. Речь пойдет об открытых гастропанкреатододональных резекциях. На сегодняшний день мы обладаем опытом более тысячи операций на поджелудочной железе резекционных. И из них более 500 выполнено панкреатододональных резекций. Наверное, основа доклада – это воспоминания о той безысходности первых операций, которые мы делали, которые, казалось, ты сделал все правильно, ты подсмотрел где-то какие-то хитрости. Все это выполнил, все сделал, но у тебя все развалилось. И, к сожалению, потом это выливается в большие проблемы для отделения, для стационара. В целом администрация на тебя косится и, в общем и целом, не всегда даже и одобряет проведение подобных операций. Поэтому вся операция, на мой взгляд, любая, кто взять панкреатододональную резекцию, состоит из многих мелочей. Маленькие тонкости, которые, ну вот вчера мне понравилось, как профессор Карачунц сказал, что опыт хирурга – это лоскутное одеяло. И лоскуточки пришиваются там, в клинике ПОБУ пришил, здесь пришил. Вот, наверное, это и есть те мелочи, которые дают возможность выполнить панкреатодональную резекцию. Ну, по истории операции много говорить, наверное, не стоит, но Кадивилла в 898 году впервые выполнил эту операцию КОЧ-909 и ВИПЛ в 35-м году. И, конечно, тогда эти операции выливались в совершенно невообразимое количество осложнений и летальности. Но, по-видимому, хирурги, стиснув зубы, двигались дальше. Панкреатодональная резекция, что сама по себе представляет? Это, к сожалению, несмотря на эффективные методы химиотерапевтического воздействия, локорегиональных методов лечения, она остается единственным наиболее эффективным методом лечения опухолей переампулярной зоны. И лечение хронического панкреатита в ряде случаев. На сегодняшний день это самая обширная стандартизованная операция брюшной полости. Операция во многом субъективная, операция во многом обладающая собственным характером, что заставляет наблюдать осложнения даже в очень высокопотоковых центрах. Ну и, к сожалению, это является операцией престижа. Почему, к сожалению? Да потому что любой маломальский хирург, так сказать, не выполнив ПДРа, не получивший какого-то нехорошего результата, не будет чувствовать удовлетворение. И, к сожалению, вот эта вот престижность, она толкает на выполнение подобных операций в тех местах, где это, наверное, и не надо было бы делать. Вижу одобрительные улыбки. Спасибо. Вот. Наш опыт. На сегодняшний день 502 операции. Мы достигли какого-то своеобразного движения около 60 операций за год. Мы сторонники открыто показывать все свои результаты. Я имею в виду и удачи, и неудачи. На сегодняшний день это представляет абсолютно так, что, в общем-то, подтверждает и литературные данные. Там, где меньше 20 операций, там уровень летальности гораздо выше, чем там, где 60. И это показывает, что мы, наверное, в этом не уникальны. То есть то, что я буду рассказывать, то, что я буду показывать, это, по-моему, касается всех нас. Причины неудач, ну, в первую очередь, это, конечно, несостоятельности панкреатодигестивных анастомозов. Это номер один. Билиодигестивный анастомоз на сегодняшний день, на мой взгляд, это вторичная проблема. Он, ну, будем говорить на жаргоне, разваливается после панкреата июна. Потому что если это обычный желчный небольшой свищ, он лечится легко, купируется легко. Кое-как таковой вот яркой несостоятельности с полным развалом анастомоза мы не видим. Воспаление культии – панкреатит. Культии, которые развиваются в основном как результат технической твоей неудачи, когда ты прошиваешь версунгов проток, сразу две стенки, заблокировал, считай, ты все получил, то, что хотелось. То есть стойкий гастростаз, который может явиться причиной дальнейших каких-то неприятностей, неудачей, развития, несостоятельности. Мы проанализировали в абсолютных числах, в абсолютных цифрах нашу летальность и причину ее. И появилось, что, в общем и целом, вот этот первый подъем нашей летальности в 2010 году был этап, который мы назвали внедрение резекции сосудов. Потом появился второй хирург, который оперировал у нас. И третий момент – это освоение панкреатогастроа, анастомоза. В относительных цифрах, в относительных величинах это выглядит достаточно характерно, но следует сказать, что, наверное, вот эти три этапа, которые я выделил – резекция сосудов, появление новых рук в операционной, освоение панкреатогастроа, анастомоза – являются необходимыми хотя бы для расширения потока, для увеличения количества выполняемых операций на сегодняшний день. Как можно избежать? Ну, это достаточно известная схема. Можно расчленить петли. Это с одной стороны анастомозы на двух петлях повышают некоторым образом безопасность операции. Но при освоении методики все-таки лично мы сошлись на одной петле. Она очень удобная методика, минимальное количество анастомозов, минимальное количество времени затрачиваем на операцию, тем самым больше времени можешь уделить чисто онкологическим принципам. У нас в Приволжском окружном медицинском центре мы проанализировали ту эволюцию методик формирования панкреата энтероанастомозов, которые имели на заре в 2006 году каркасный характер. И в итоге мы вышли на панкреатогастроанастомоз, как один из вариантов работы и с сочной железой, и с узким протоком. Еще раз подчеркиваю, я совершенно отдаю себе отчет, то что мы имеем более 180 вариантов панкреаты энтероанастомозов, и те анастомозы, на которых я останавливаюсь, это просто то, через что мы прошли. Самый первый анастомоз, который мы делали, это был на каркасном дренаже с длинной петлей, который мы помещали в Версунгов проток, контролировали этот сок, через 2 недели удаляли дренаж, и в общем и целом особых больших, наверное, бед не знали, хотя проблемы были. Чисто объективный недостаток данного вида анастомоза – это то, что вот это появление белковых пробок в панкреатическом соке, оно периодически закрывает Версунгов проток, и если ты вовремя не ухватил этот момент и не промыл вот этот Версунгов атомический дренаж, развивается тяжелейший панкреатит культи, с которым потом тяжело бороться. И даже тщательный инструктаж персонала в реанимации все равно не позволил в 100% контролировать этот момент. Первое. Второе. Ну, вот такая маленькая тонкость. Если этот тонкий ниппельный дренаж, ты удлиняешь до какой-то банки, пакета, который находится гораздо ниже тела, то возникает чисто гидравлическое присасывание, которое также блокирует дренаж, находящийся в Версунговом протоке. И вот эти дренажи работают только при условии, если пакет находится прямо на уровне поджелудочной железы. Опять же, это просто личные наблюдения, рассуждения и, ну, скажем так, опыт работы с этими пациентами. Следующий анастомоз, к которому мы пришли, после того, как съездили на стажировки в зарубежные центры, мы перешли на анастомозы Бакатль. Нам они очень нравились, хорошие, но также не было, так сказать, каких-либо существенных преимуществ и рывков по уменьшению количеств фистул Б и Ц. Их было немножко меньше, чем на наружном Версунговом анастомическом т-тренаже, но кардинальных каких-то перемен не было. В итоге мы пришли, ну, к собственному какому-то доморощенному такой методике, которая заключается в формировании из слепого мешка, вчера мы показывали его, как он делается. Это некая закладка, которую ты делаешь на случай возникновения фистул С. В ряде случаев мы, так сказать, имели и арозивное кровотечение у этих пациентов, но ни разу мы не выполняли экстерпацию культи поджелудочной железы, потому что данная методика, на наш взгляд, позволяет избежать этого. И при возникновении несостоятельности вот этот слепой мешок, который в первые сутки обладает, на наш взгляд, неким амортизатором и коллектором для панкреатического сока, чтобы не поднимать давление в области анастомоза, его можно будет в дальнейшем использовать. Панкреатогастро-анастомоз, мы формируем его однорядным швом на заднюю стенку, узловыми швами, пробовали и непрерывным, но всё-таки, так сказать, панкреатогастро, наверное, с учётом прорезывания вот этих нитей, требует отдельного шва. Хороший анастомоз, быстрый, технически несложный, но, к сожалению, при возникновении несостоятельности данного анастомоза бороться с осложнениями у этих пациентов очень тяжело. Физически тяжело, технически тяжело и хирургически тяжело, поэтому данный анастомоз имеет место быть, но, пожалуй, не должен быть таким потоковым, как в ряде центров, где делают только панкреатогастро-анастомозы. Понятно, что со временем экзокринная функция поджелудочной железы падает, и через 3-5 лет вряд ли она существует как таковая, но на сегодняшний день вот наше мнение следующее. Особенности формирования панкреата и юна анастомозов. Вчера мы показывали техническую некую часть такую, то есть мы делаем обвивной шов, сначала задней стенки, для этого культю надо немножко мобилизовать, для того, чтобы была подвижность, по крайней мере, на 15 мм. Заднюю оттенку, задний край поджелудочной железы фиксируешь непрерывным швом 4.0, ПДС. Следующим этапом формируем непосредственно дакту мукоза, панкреатика, юна, анастомоз. Обязательно иссякаем слизистую, потому что она иногда все-таки вот играет роль некого клапана, который препятствует нормальному потоку панкреатического сока. То есть мы иссякаем вот этот избыток слизистой, который появляется после того, как ты рассек мышечную стенку. И затем отдельными узловыми швами, 5 или 6 нулей, можно достаточно без каких-либо технических проблем сформировать анастомоз. Но опять же, если говорить о каких-то маленьких тонкостях, вчера я показывал на операцию, вот очень нравится эта методика, заводишь тонкую браншу пинцетов-версунгов проток, переднюю стенку прокалываешь, упираешься в свою браншу, браншу вытаскиваешь, и тем самым профилактируешь прошивание задней стенки, что является наиболее частой технической ошибкой в формировании данного анастомоза. И завершающим моментом, второй частью нити 4.0 фиксируешь, подвешиваешь как бы петлю кишки на переднюю стенку культи поджелудочной железы. Факторы риска, которые мы высчитали и которые совпадают с литературными данными, ничего нового нет. Это сочная железа, это диаметр протока, количество фистул B и C показаны на слайде. Это несостоятельность наших панкреата июна анастомозов. Как видите, попадает и на 2014 год. Эти фистулы, это, если помните, у нас было появление новых рук, которые надо действительно, может быть, более осторожно вводить, что подтверждается, в общем-то, и относительными величинами. При возникновении осложнений. Один из дренажей мы подводим непосредственно к панкреата июна анастомозу. Слева, где как раз окно в мизоколен, и достаточно легко можно контролировать появление, элевацию ферментов панкреатических в отделяемом из дренажа и тем самым принимать какие-то решения о необходимости. Если мы видим развитие фистулы класса С и присоединение симптомов или, скажем так, признаков феритонита, аразивное кровотечение, это является поводом для реляпротомии. Через вот эту свободную культю мы заводим наружный дренаж. Вот здесь вот. Как правило, на этот момент анастомоз уже отстегнулся, виден верстунгов проток. Железа даже, несмотря на то, что 4-5 дней проходит от момента операции, она уже достаточно плотная, с признаками воспаления. Поэтому на верстунгов атомический дренаж завязываем ниточку в полутора примерно сантиметрах в 10 миллиметрах от конца, заводим верстунгов проток и кесетом обшивается верстунгов проток и герметизируется. Можно даже попробовать шприцом, нет ли подтеканий в зонах боковых некрозов. Если нет, если герметично, эту мы трубку выводим через слепой конец на переднюю брюшную сортенку и проводим дальнейшее лечение. Цель – вытащить сок из брюшной полости. Любой ценой забрать этот сок и желательно, чтобы это было уже как бы с предварительным формированием последующего анастомоза. Потому что проходит недели 3, этот верстунгов атомический дренаж достаточно легко удаляется, и у тебя уже кишка прилипла к культе поджелудочной железы, никаких повторных анастомозов делать не надо. Ну, казалось бы, мелочь, но вот у пятерых пациентов, у кого мы это применили, всего у пятерых, это было эффективно. Удобно, быстро и, в общем-то, как говорится, дешево и сердито. Значит, особенности этапа мобилизации зависит от размеров опухоли, от той тактики, которую ты избрал. И, значит, если у тебя есть перспектива резекции сосудов, то мы стараемся максимально всё мобилизовать до того, как произвести резекцию сосудов. То есть опухоли с органным комплексом должны быть подвижны и находиться только на тех сосудах, которые ты хочешь сшить. Немножко шаг назад отступлю к утренней нашей дискуссии про дренирование. Мы предпочитаем наружное, черезкожное дренирование. Преимущественно всё-таки мы отдаём левой доле. Цель какая? При неоперабельности, при выявлении каких-то дополнительных факторов мы уходим. Это позволяет нам поставить стенд в послеоперационном периоде без каких-либо проблем. Что касается отделяемой желчи, вот опять же, отдаю шаг назад. Больные наши эту желчь пьют, если не могут пить, мы ставим зонт и ничего плохого в этом не видим. И видим только большую пользу. Мезонтериальный доступ. Осуществляем поперечным рассечением корня брыжейки тонких кишки с выделением мезонтериальных сосудов, артерий, вен. Чем чётче ты их идентифицируешь и выделишь, тем легче будет дальнейшая работа. Отсечение проксимального отдела тонких кишки ниже связки троица. Вчера мы опять же это показывали. То есть мы стараемся выходить на сосуды и по сосудам уже двигаться, а не по кишке, а заставляя корень брыжейки. Если ты двигаешься по кишке, это может быть более безопасно, более спокойно в техническом плане, но на наш взгляд это понижает некую радикальность, потому что это потенциальная зона метастазирования и сторожевые узлы как раз находятся здесь. Лимфодиссекция. Два варианта. Панкреат-дооденальная резекция, стандартный, расширенный. Никто не доказал преимущества одного перед другим. И поэтому объем лимфодиссекции должен быть не меньше стандартный. Ну а если ты делаешь больше, значит ты просто так чувствуешь или у тебя есть какое-то ощущение, что это надо сделать. Не дай бог, доктора там оперируешь и стараешься выкладывать. Но если честно, это конечно каких-либо радикальных выигрышей по отдаленной выживаемости этих пациентов это не дает. Ну вот я говорю, можно делать и так, и делать сяк, но полное выделение верхней брюжеечной артерии может явно затормозить последующую реабилитацию пациента и получение адювантной химиотерапии. Резекция магистральных сосудов. Резекция магистральных сосудов это один из факторов, который позволяет расширить контингент пациентов, которые получают лечение и которых вы оперируете в вашем центре. По нашим данным, вот если мы видим визуально врастание опухоли в сосуды, то истинные цифры в растании по нашим данным это 30%, по европейским данным это 18%. Но несмотря на это, если мы видим пусть малейшее визуальное врастание, мы все-таки выполняем резекцию магистральных вен в основном, потому что к артериям мы относимся очень скупо и считаем, что, в общем-то, наверное, данная тактика резекции Апфронт, она оправдана. Резекции магистральных сосудов. Ну, это, может быть, одни из первых, скажем так, фотографий, когда мы делали краевые резекции, которые, на наш взгляд, являются порочными. То есть, если это небольшая краевая резекция, можно выполнить, но если это длинная резекция, если это, в смысле, протяженная резекция, если происходит достаточно большое сужение, ну, на наш взгляд, лучше этого не делать. Соответственным образом возникают какие-то дефекты, диастазы в сосудах, которые надо чем-то замещать. И вот мы прошли через эпоху протезов, но это вот один из вариантов резекции. Это, если видите, вот мезентериальный доступ с пересечением среднекишечных сосудов, выделение воротной вены выше, верхней брюжеечной ниже и последующее формирование анастомоза. И хотел бы вот обратить ваше внимание вот на эту вот загнутую или, скажем так, изогнутую верхнюю брюжеечную артерию, как мы говорим, загнуть в поросячий хвостик ее. Цель какая? Если ты отсекаешь корень брюжееки снизу, у тебя появляется полная мобильность тонкого кишечника, и тем самым ты можешь, выделив верхнюю брюжеечную артерию, ты можешь переместить весь комплекс вверх, и тем самым заместить дефекты вплоть до 80 сантиметров собственными тканями. Но при этом ты артерию заворачиваешь в поросячий хвост, и ты избежишь в этой ситуации использования аллогенных материалов, синтетических протезов, которые ведут себя очень неблагоприятно, особенно в условиях возникновения осложнений. Протезы. Ну, вшивать их можно по-разному. Поэтому наш опыт, мы все-таки пришли к протезу Гортекс, это, кстати, и питерский протез, который армирован, лучше всего 12-14 миллиметров. Если это не армированные протезы, к сожалению, мы видели и тромбозы этих протезов, которые протекают, ну, не всегда очень хорошо. Достаточно длинные эти протезы вшиваем, иногда мы собираем несколько вен дистально в корне брыжейки, так называемый револьверный анастомоз. Но, честно говоря, очень опасный анастомоз, и больше двух вен на сегодняшний день мы не собираем и считаем, что более дистально реконструировать не надо. Личное мнение просто. Как просили организаторы, так и рассказываю. В ряде случаев, но есть пациенты, у которых есть окклюзия портомезентериального конфлюенса с формированием цепочки или, скажем так, клубка вот этих расширенных мелких вен в виде головы медузы. Это больные очень непростые по своему подходу. Как к этому подойти? Потому что как только ты тронешь эти все клубки, то, соответственно, несмотря на применение при желании селсейвера, можно с этим больным нахлебаться очень много. Поэтому у нас таких больных немного. Вот у нас была такая випома поджелудочной железы, очень интересная патология с такой махровой клинической картиной. Сейчас мы отправили ее на публикацию, можно будет посмотреть. И недавно был пациент, у которого подобные же изменения были. Для этого вот на сегодняшний день мы формируем, ищем конец окклюзии этой вены. Она, как правило, не очень толстая, потому что сформировались обходные анастомозы. Вшивается туда протез. Этот протез потом вшиваешь в нижнюю полую вену для временного шунтирования порта ковального. Выполняешь, затем на глазах запустевает все вот эти коллатеральные вены. Их достаточно легко можно легировать, клипировать. И последним этапом уже непосредственно производишь реконструкцию. Но у этого пациента мы оставили часть вот этих коллатеральных вен, потому что легировали селезеночную вену. Достаточно благоприятные течения после операционного периода, даже выписка на пятые сутки. Тромбоз возникает. Очень неприятная вещь. Очень не хочется брать данных больных, но клинические признаки я вот здесь указал. То есть это резкое повышение сброса по дренажам. То есть по дренажам потекла серозная жидкость, несмотря на стабильность гемодинамики пока и так далее. Делаете УЗИ. УЗИ это утолщенные отечные оттенки тонкого кишечника с отсутствием перистальтики. И уже только на поздних часов через 5-6 и позже мы видим элевацию ферментов и лейкоцитоз вследствие ишемического повреждения оттенки тонкой кишки. Таких больных не затягивая, конечно, надо оперировать. Чем раньше это сделаешь, тем лучше. Чем позже сделаешь, тем больше вероятность получить вот такой слепок верхней брюжеечной вены. Увлекаться катетером в Фогарте сильно не надо, потому что достаточно уйти за третий порядок, и сам катетер достаточно легко рвет стенку вены, и тогда возникает дистальный тромбоз, и тогда, в общем-то, беда. Некоторым фактором выхода из ситуации, или, скажем, закладки, опять же, какой-то собственной безопасности, это, конечно, сохранение левожелудочной вены. У нас есть пациент, который, несмотря на практически тотальный тромбоз мезонтериальных вен, он выжил благодаря тому, что сформировался коллатеральный отток через левую желудочную вену, и поэтому мы к ней в условиях резекции магистральных вен относимся очень деликатно. Резекции вен у нас на сегодняшний день порядка 45%, то есть с окружающих территорий просто больше поступает пациентов, которые имеют вовлечение магистральных вен. Гепатика энтероанастомоз проблем не составляет, это непрерывный шов, 5 нулей, ПДС, рассасывающаяся ниточка. Мы не каркасим желчные протоки, мы удаляем сразу же дренаж наружный и маленькая тонкость, но всегда вот ушиваем место входа в печень, потому что вот имели неприятности. Как я говорю, я сейчас рассказываю о тех тонкостях, за каждой из которых, к сожалению, лежит жизнь какого-то пациента. Ну вот иногда бывает очень обидно, возрастной пациент, вот желчь подтекла, вовремя не ухватил, получил перитонит, и, к сожалению, не вытягивают они. Самый возрастной пациент у нас 90 лет. Вот, гастростаз первичный, вторичный. Ну, выходим из ситуации, честно говоря, вот то же самое. Вчера показывали, это делаем широкий анастомоз. Просто делаем широкий анастомоз. И иногда он бывает длиной 8 сантиметров. Бояться этого не надо. Чего бояться? Потому что, честно говоря, он через месяц просто падает. Становится маленьким и появляется совершенно нормальная, так сказать, эвакуация. Ну, не знаю, вот пустится она. Там у нас картинка. То есть мы хотим продемонстрировать то, что мы говорим. Я только не знаю, вот как это сделать. Опустите там это самое. Мы пробовали перед презентацией. То есть вот все попадает в культюх желудка. Расположение вертикальное. Почему? Потому что мы опускаем через мизоколин практически вертикально. Это просто пал. Еще раз видео. Видно, что ничего никуда не проваливается. Клиники какой-либо демпинг синдрома у этих пациентов нет. Порционная эвакуация происходит. Ну, и такое необычное личное наблюдение. Вот те пациенты, у которых мы в силу повторной операции выполняли наружную верстунгу с атомией, вот у них есть клиника демпинга. По всей видимости, в какой-то мере она зависит от присутствия сока поджелудочной железы в приводящей петле. Ну, вся операция делается четырьмя нитками. И в качестве финальных каких-то мыслей, это все-таки, наверное, что все мы хотим стать высокопотоковыми центрами. Все, вот мы тут говорим, что в высокопотоковых центрах это здорово. Все, но чтобы им стать, надо хотя бы для себя отработать ту методику, которая является наиболее безопасной в ваших руках. Мы ни в коем случае не пытаемся навязать какие-то наши вещи. Пусть это действительно будет маленьким лоскутком в ваших руках. Владимир Георгиевич, ничего не успеем спросить у вас. Да? Ничего не успеем спросить. Да, ну, ладно, хорошо. Как скажете. Все написано здесь. Ваше нетерпение, оно понятно. Конечно, мы же все хотим узнать больше. Но время осталось на один быстрый вопрос. Да лучше на дискуссию. Спасибо. Как же отношения к самому статью? Никакое. Эффекта нет. На наш взгляд, больше субъективный фактор. Не назначить, что МС проверит. А при реконструкции сосудов, как вы считаете, как вы считаете, как вы считаете? Никак. Если, ну, как сказать, на практически 150 реконструкций сосудов, 4 тромбоза, я думаю, что это немного, во-первых. Во-вторых, смысла мы не видим. Если делаешь собственными тканями, зачем? Если вшил протезы гемодинамические, лежит нехорошо, можно делать, да. Делаем. Под контролем свертывающей системы продленное введение осуществляем. Но это не является системной практикой. Продолжение следует...